Кировское сельское поселение уже на протяжении многих лет является примером в вопросах благоустройства не только для поселений соседей, но и для всей Кубани. Неоднократно оно побеждало и входило в число призеров краевого конкурса на самое благоустроенное поселение. Эти достижения – результат ответственного подхода и слаженной работы поселенческой власти и жителей всех пяти хуторов Кировского. Можно сказать, что власть начинает, жители подхватывают. О том, как решаются вопросы благоустройства в Кировском сельском поселении, смотрите следующий материал. Пять тысяч людей проживают в пяти хуторах Кировского сельского поселения. Многие регулярно принимают участие в ежегодном конкурсе на самый благоустроенный двор. Но только лучшие из лучших получают заветный знак. К ним относится и жительница хутора Беликов Валентина Шапарь. Создать красоту для себя и получить за это благодарность от администрации очень приятно, говорит она. Было очень на душе весело. Мы все собрались, наша семья, поливали табличку, смеялись, шутили. Было очень весело нам. Мы с такой радостью это все перенесли. Мы стараемся еще сделать так, чтобы было лучше и чтобы удивить людей какой-то красотой. Издалека можно заметить обилие малых форм, которые красуются перед домом семьи Шапарь. Причем практически все объекты на этой поляне – дело рук детей Валентины Андреевны. Сама женщина предпочитает заниматься цветами и наведением порядка на участке. Благоустройство перед домом семья делает для своего удовольствия. Но такой труд он и на окружающих оказывает положительное влияние. Смотрим друг на друга и большинство людей приезжают и фотографируют. Вот, например, из севера приезжали здесь к соседям. Все в нас фотографировали, чтобы там показать своим друзьям. Конкурс названия дома образцового содержания стал пусковым механизмом решения вопросов благоустройства, считает председатель территориального самоуправления хутора Беликов Владимир Еремин. Это дало толчок. Когда вначале были премии за лучшие домовладения, а потом сделали таблички «Лучшие домовладения», которые мы присваиваем им после объезда комиссии. И я вам скажу, что из всех, вот у нас их по хутору сейчас 12, вот на моем участке, те, кто получили, они так и содержат эти домовладения в таком состоянии, какое оно и было. И даже лучше. Сейчас в хуторе Беликов 12 домов отмечены подобным знаком. И с каждым годом это число будет расти, уверен председатель ТОС. Ведь в поселении есть сильный руководитель, за которым люди хотят идти. И когда год от года, благодаря работе власти, решаются большие проблемы, такие как водоснабжение или ремонт дорог, люди тоже хотят внести свою лепту в создание комфорта. Замена водонапорной башни в хуторе Беликов. Строительство нового водопровода. Ремонт хуторского дома культуры и создание зон отдыха. Все это большие и малые дела, которые власть делает в рамках своих полномочий для людей. Основа, конечно, в том, что люди потянулись, это наличие главы такого, как у нас. Вот он делает все возможное. Даже не только возможное, а то, что можно помочь человеку. Допустим, ракушка строительная, то ли подсыпка. У нас вот сегодня можете проехать где угодно. Дороги у нас все гравийные полностью. Значит, в этом году сделано по краевой программе. Он вошел в эту краевую программу. Это благодаря ему, что через районную администрацию вот проложили дорогу в этом году 2 километра на 9 миллионов. В этом году большой объем работ был сделан и в административном центре кировского поселения – хуторе Голицын. Новые тротуары теперь позволяют обеспечить комфортный доступ ко всем социально значимым объектам в любую погоду. Фонтаны и уютные парки, цветники и хорошие дороги – всё это и есть благоустройство, без которого человек не сможет чувствовать себя комфортно. Мария Климова, Игорь Иванчугов, программа «События».